Внимание, внимание! Отбой воздушной тревоги! Это распронесло. Берлин 1945-го. Конец войны оказался победоносным для русских, но до последнего немцы верили, что смогут одолеть СССР. Последние дни до наступления мира описал в своей единственной пьесе Эрих Мария Ремарк. Последняя остановка – спектакль о жизни и смерти, любви и ненависти. Вживаться в образ актрисы театра «Город» Владлене Широковой пришлось трудно. Она все-таки русская женщина. Мы здесь играем обстоятельства не с русской стороны, мы все-таки играем конец войны глазами немцев. Соответственно, пришлось немного порыться, почитать. Это немного другая женщина, то есть это действительно не русская женщина. Но параллели с собой, наверное, нет. Актерам свойственна страсть к экспериментам. Актер Станислав Парамонов Уцов никогда не носил. Но ради роли отрастил гитлеровские усики. Такие вещи очень помогают войти в образ, раскрыть образ и почувствовать атмосферу спектакля, атмосферу того времени и помочь артисту, партнеру на сцене играть его роль. Премьера для театра – возможность вновь заговорить со зрителем, рассказать свою версию происходящих событий. Режиссер спектакля Анастасия Алмазова в этот раз решила показать войну глазами немцев. Война на всех действует одинаково. И она делает монстров из людей, неважно какой они национальности, русские, французы, немцы. Здесь нас это объединяет. Поэтому тут нужно задаться вопросом, скорее, как остаться человеком, сохранить что-то человечное в условиях войны. В следующий раз спектакль «Последняя остановка» самарцы смогут увидеть 24 октября в театральном зале музея имени Алабина. Марьяна Мирная, Алексей Золотенков. События.